В лицее имени Лобачевского прошел концерт в честь Дня Учителя. Как отметили праздник в образовательном учреждении, узнаете в следующем сюжете. День Учителя – это праздник, который по важности для педагогов может сравниться с Новым Годом. Именно так описывает праздник директор лицея имени Лобачевского. В его стенах ежегодно отмечают День Учителя. В нашем лицее есть традиции, все открытые мероприятия, все внеурочные мероприятия мы проводим по средам. И этому строго следуем. День Учителя не является исключением. Поэтому сегодня учителей с утра поздравляют их дорогие воспитанники, ученики. Приготовили ребятам много разных сюрпризов. Ко Дню Учителя лицеисты подготовили праздничный концерт. Помимо этого в образовательном учреждении открылась фотовыставка «Мир кристаллов», которую учащийся 11 класса Булат Гайнудинов посвятил своей учительнице химии. Праздничный концерт в лицее отличился многообразием номеров. На сцене выступили ансамбли с танцевальными номерами, песнями и даже лирикой собственного сочинения. Наш праздничный концерт посвящен Дню Учителя. Это традиционное мероприятие, которое мы проводим всем лицее. Процесс подготовки начался задолго до Дня Учителя, примерно две недели. За две недели мы начали подготовку непосредственно к самому концерту. Идею сценария подготовили обучающиеся нашего лицея и состава совета обучающихся нашего лицея. Несмотря на новости о введении новых антиковидных ограничений на проведение массовых мероприятий, праздник День Учителя прошел в штатном режиме, в актовом зале лицея. Массовым мероприятием назвать нельзя. Зал, в котором будет проходить праздник, он рассчитан на 150 человек. В нашем коллективе работает 42 учителя. То есть все займут свои места, как подобает рекомендованным требованиям, санитарно-эпидемиологическими правилами. Ну, а ребят тоже будет не так много. Будут только артисты, они будут заходить, выходить. День Учителя – это прежде всего праздник о том, как учитель передает собственный опыт ученику. Праздничный концерт лицеисты проводят, чтобы отдать дань уважения своим наставникам. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.